Так, какого человека должно быть образование? Моё мнение, чтобы человек чувствовал себя по жизни довольным. Это самое важное образование. Второе. С любыми проблемами, которые возникают, он мог бы справиться самостоятельно. Возникла проблема. Получи знание и решай её. Вот это самое важное. Третье. Важно научить самому себя самообразовывать. Вот тогда я так решаю. Человек будет чувствовать себя человеком. А не зависит от кого-то там. От сантехника забилась канализация. От электрика починить ему розетку надо. От врача на асфальт там пошёл у него. Прыщ там скачил. Вплоть до того, что самостоятельно зарабатывает деньги в таком количестве, которые его удовлетворяют. окружить себя теми благами, которые считаешь необходимыми. То есть создать комфортную среду для своего обитания. Вот это, я считаю, важной образовательной вещью. И я её сделал. Занимаюсь в своём собственном зале, в конце концов. Образование. Недоволен своим телосложением. Пожалуйста, изучи соответствующие методы, которые нужны для того, чтобы сделать тело таким, или форму тела таким, который тебе нужен, от которого ты будешь доволен, от этой формы. Тоже касается со здоровьем. Наш организм, как дом, в котором живёт душа. Так вот, когда тело больное, и что-то там болит, очень некомфортно душе жить. Очень некомфортно. Ну так для этого у тебя есть голова, у тебя есть самый важный инструмент, который Господь нам дал. Так вот, его используют для того, чтобы привести и внешнее, и внутреннее в соответствующий порядок, чтобы был доволен и даже радовался как внешнему виду, так и внутреннему состоянию. Вздробнем. Чтобы быть довольным своими ногами, коленями, как формой, так и содержанием. Чтобы твои копыта тебя никогда не подводили. А для этого ты должен соответствующим образом ухаживать за ними. Ох, хорошо. Хорошо, без фанатизма. Ох. Да. Ох. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что зацепила меня эта тема про образование Образование должно быть нужным Вот забился стояк на кухне И сутки стоит Никто ничего не делает Никто ничего не знает Говорит, надо там машинка какая-то лезет Что-то там чистит, где ее взять Пошел, купил специальную Проволоку Сам прочистил Хотя готов был отдать За это там допустим Ну тысячу, а то и пять тысяч Лишь бы сделали А тут она стоит 400 рублей Взял, прочистил все Очень плохо, когда ты чувствуешь себя Беспомощным В какой-то жизненной ситуации Из-за того, что у тебя нет нужного образования Нужного Образование должно быть нужное Правильное и нужное В правильном русле То, которое пригодится в жизни А не просто где-то там Летаешь в космосе Возьмите Образование такое, чтобы ты чувствовал себя, что над тобой не издеваются, из-за того ты что-то там не знаешь, не умеешь. И поэтому начинают руки вламывать, выкручивать, а то вообще идёт под откос. Например, там, у мужчин, мол, ты бесплоден, вот ты дели, чись, вот то делай, всё делай. Это вот свежий случай из моей практики. Гнобили парнишку, чтобы он, вот ты, никчёмный, по этим больницам тягали, то всё, пятое, десятое делали. Жизнь отравили несколько лет. А вот умра, страх, бах, оказалось, и дети есть, и всё может, и всё получается. Так, ну что, ещё разок сделать. Ага- Genau. Ага- Ага- И таких случаев по жизни огромное количество. Вот, мол, деньги не умеешь зарабатывать, вот ты такой какой-то сякой, никчемный, приобрети нужное знание, посмотри, как люди это делают, и глядишь, что же стало получаться, а? Какой дом в 90-х годах? Так, ну что, отжимания. Так что можно на эту тему говорить много, кто-то на одной машине ездит, а кто-то там имеет их две и еще какие, а третий там вообще может иметь целый автопарк тех машин. Как? Что? Че? Но при этом, чтобы ты остался человеком, а не за счет других все это дело там шел по головам и наплевать на них. Как сейчас происходит. Кто-то богатеет на модные процедуры, а кто-то разоряется. И это считается нормальным. Так что, чтобы не было все нормально, должно быть самообразование, которое позволяет выковать внутри себя стержень. Сдаваю. Поехали. Современное время, вот сейчас, в котором мы живем, 22, 21, 22 год, напоминает мне события в Китае примерно в 50-х годах. Там решили, вот как здесь, кто-то решил, кто-то решил в Китае, что воробьи уничтожают большую часть урожая риса и надо от них избавиться. Прокатилась кампания по уничтожению воробьев. То есть кто-то решил, а остальные люди, вроде как взрослые, люди как соображающие, все это поддержали целыми грузовиками. После этого первый год был великолепный урожай. Такого не было урожая. Первый год. Во второй год уже гораздо слабее. А в третий год вообще этот урожай сожрали насекомые, которых ели воробьи, в том числе. И у них начался голод. И начали просить, чтобы к ним завезли воробьев обратно. Из-за того, что кто-то вот так вот подумал, знаете, якобы это полезно, для всех будет. И все это обернулось большой бедой. Голодом для всех. Поэтому имейте свою голову. Ну соображайте все-таки, соображайте. Что к чему? Чтобы не было большой беды. Из-за каких-то горячих одиночек. И их якобы научных умозаключений. Из-за каких-то отверстий. Из-за каких-то отверстий. А то те, кто придумал все эти нововведения, так сказать благоденствующие. Они будут в шоколаде при любом раскладе, а остальные в шоколаде при любом раскладе. И хватит. Спасибо. Аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok Тук-тук 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...